Добрый день всем, добрый день дорогие друзья, я вас всех сегодня приветствую здесь на нашем канале HSTV.ru К сожалению мы успели и можем ворваться только лишь на игру номер 2 между Жанг Бо и Фуоливером И я напоминаю, что это второй уже за сегодня полуфинальный матч И это по сути очень даже классно, потому что именно Одну секунду меня просто здесь отвлекли Именно второй сегодня участник следующего раунда плей-офф определится Напомню вам, что сегодня был сыгран до этого один полуфинал И уже определился один из победителей, это Пегу Пегу обыграл Удикейтед Ково, кстати в 3-2 была упорная борьба И вот сейчас решается судьба второго слота Вернее второй слот будет разыгран в борьбе За выход в дальнейшую стадию плей-офф Итак, как я понял, Фуоливер у нас выиграл первую партию Я не знаю А, кстати, Фуоливер проиграл первую партию Жанг Бо у нас снизу Ники непонятные китайские, но да ладно Как-нибудь переживем Жанг Бо выиграл первую партию у нас друидом Молодец Мы помним его друида, обычный мидрейндж друид Так А в этой партии у нас встречается Прист с Паладином Секрет 1 И у Приста, в принципе, как я сейчас увидел Удалось очистить агрессию Секретчика Но дела у него обстоят в любом случае не так радужно Потому что Интересно Я просто не каждый день вижу, как разбивают оружие Даже уже с одним зарядом 5-1 Чтобы выпустить паладинчиков Видимо, он сейчас пишет Да, это была ошибка Может быть, волнуется Жанг Бо вчера Делал ошибки Он волновался Но Все-таки ему удалось выиграть Он проигрывал 2-0 против Ох, дай мне бог памяти Против Бресса Он являлся далеко не фаворитом На Бресса были ставки 83% К 17% Фун Джанг Бо Ну, понимаете, настолько он был Скажем так Менее В приоритете Но здесь он уже, как я понимаю Ведет 2-0 И ведет у самого Фу Оливера Ну, это очень даже неплохо Его колоды Довольно-таки Играбельные Жанг Бо Выбрал Довольно-таки Простые колоды И сейчас он Показывает, что Зачастую Просто не значит Плохо Он играет Секретодина Он играет Обычного друида И он играет Обычного Зоолока Собственно, такая Такой набор Стандартных турниров Онлайн, которые проводят Сначки Вот примерно Как-то так это выглядит Как бы странно Это не звучало Но Как видите Это Это неплохо И сейчас у него Три матча И В каждом из них Он может запросто выиграть Против Преста Против Паладина И против другого Такого же Зоолока Ну вот Я сейчас Сказал Такого же Зоолока На самом деле Это не так Я вчера Смотрел Игры Жанг Бо И могу вам сказать Абсолютно Точно Что Жанг Бо Играет Очень-очень Агрессивного Зоолока Такие игрались Наверное Более года Назад Он не использует Вот как Например Фоливер Гармока У него есть Насколько я помню Лерой То есть Лерой С переполнениями Ну вот Как-то так На этом Построена колода Смотрится Она довольно-таки Неплохо Так Здесь он начинает Липрогном Дальше Раскопка Раскопка у него Довольно-таки Странная Мне кажется Да Надо брать Этого парня Рекрута Остальные Здесь не очень Хорошо смотрятся Все-таки Рекрут Не всегда Будет Самым худшим Существом Потому что Он может Неплохо Разбафаться За счет Тапа Все-таки Два-два Существа Но это уже больше Чем Чем Обычные статы Да Выводит он Второго Главаря Беса Главаря Беса Фольвер Сейчас в принципе В принципе Практически Держит стол Будет Наверное Давать Имплоужин И Надеется На 4 Но нет 4 не выходит Но это было бы Совсем дерзко На самом деле Жанг Бо Как я понял Уже В первых двух партиях Довольно-таки Сильно повезло Видите Он там еще Помолился Перед тем Как кинул Умплоужин Но нет Не повезло ему Вчера На самом деле Жанг Бо Напомню Вот этот парень Который сидит Красный Снизу Он Вел себя Очень-очень Серьезно Давайте сейчас Посмотрим Как бросится Кинжал После того Как Да Неплохо Он выходит И Сейчас Второй Кинжал Тоже Желательно Должен Попасть В беса Да Идет Видите Михаит головой И Жанг Бо Ему это не нравится Ну само собой Кому это понравится Придется сейчас Отдавать бомбу Вместо того Чтобы разменяться Двумя бесами Об Жанглера Ну в принципе Все неплохо Сейчас У Жанг Бо Так вот Жанг Бо Вел себя Очень серьезно Показывал Что настолько Он готов Насколько Он серьезен Как он Подошел К этой партии Основательно И Он проиграл 2-0 Но потом Он же Отыгрался И все таки Победил 3-2 И каждую партию Он выдавлил Из тебя Улыбочку И улыбочку И в итоге Такой А я так рад В конце Заволыбался Видимо Все таки Для него Это очень Очень важно В Китае Вообще Трудно себя Показывать В любом виде Потому что В Китае Конкуренция Выше Людей Больше Конкуренция Выше Все логично Итак Так у нас На Твиче Показывается Что играет Брест против Жанг Бон На самом деле Это немного Не так Играет у нас Фу Оливер Фу Оливер И это уже Третий матч Кто знает Возможно Все закончится Сегодня Очень быстро Потому что Сейчас Дела У Жанг Бо Обстоят Намного лучше Чем у Фу Оливера Конечно Сейчас Доской Он Завладел И темп Скорее Сейчас За игроком Верхним Фу Оливер Напомню вам Но 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 Все таки Эти переполняющие Мощи Могут потом Сыграть Ну Некоторые Вообще Играют Одну Может быть Переполняющую Мощь Ну тут Не угадаешь На самом то деле Но Сами видите Как Они сейчас Лежат в колоде Мертвым грузом И Это немного Неудобно И он еще Играет Солфайры Ну то есть Для этой колоды Просто необходимо Чтобы за ней Был стол Полностью 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 Был Стол У этой колоды Вылетает Неплохое существо Но мне кажется Он здесь Немножко ошибся Наверное Нужно было Выставить Половину рекрута Перед тем Как он Перед тем Как он Да Тапнулся Ну Видимо Хотел Поймать Что-то Ну Большое По мане Но По мне Это была ошибка Немного Он здесь Не додумал Не понимаю На самом деле Почему он Не додумал Не думаю Что он имеет Здесь право Ошибаться Мисплейт А он Мисплейт Довольно таки Часто Кстати Возможно И с этим Связаны Вот эти Ставки Букмокеров Он везде Является У нас Далеко Не фаворитом Сейчас я скажу Вам Какие Ставки Сегодня Делались На него Нет На самом деле Просто Нету Пока У нас На ГОС Вообще Этот матч Не показывается Мы С вами Единственные Кто Можем Наблюдать По моему Сейчас В СНГ Больше За нами Никто Не смотрит Напоминаю Все матчи Вы можете Посмотреть На канале Ютуб Подписывайтесь Так Ну здесь У нас Ничего Особенного Не происходит Скажем так Фоливер Уже Скорее Имеет Больший Темп И скорее У него Здесь Преимущество И он Может Додавить Надо Разыгрывать Всех Существ Не думаю Что нужно Экономить И нужно Чистить Стол Полностью Он думает Как это сделать Что оставить Ну Дракона Наверное Стоит Все таки Оставить На столе А другими Существами Разменяться Далее Прогном В беса Аргус В рекрута Интересно Знает ли Фоливер То что не играет Гигантов У нас Жангбо Ну наверное Знает Потому что Он смотрел Вчерашние матчи Я уверен Что Это не самое Бесполезное Занятие Интересно Неужели Не убьет Рекурта Вот он Думает Убивать ли Я думаю Да Очень многое В этой колоде У Жангбо Зависит От стола От синергии Синергии Существ На столе Ну понятно Что у любого Зоолока Примерно Такая же Система Все зависит От существенно Столя Да Их Шикин Жало летят Не так Конечно Как хотелось бы Но Более Или менее В любом Случае Смотрим Что же Топдек Нет У нас Вольвер Лучший Топдек На пустую руку Наверное Сначала Нужно Тапаться Прежде чем Меняться Но Жангбо Уже А да В любом случае У нас летал Извините Я пропустил Настолько Все Запущено Видите Жангбо Уже Расстроился Ну Не знаю Вряд ли Он поплывет Колода У него Простые И Простая Колода Зоолока Я иду К тому Что Довольно Таки Сложно Ошибаться В Такой Колоде Все Таки Все Таки Одну секунду Опять не отвлекли Все таки Слишком простая колода Для того Чтобы в ней Еще и мисплей Делать Особенно На таком турнире На таком важном Турнире Для него Так Сейчас проверю У нас идет Видео Или не идет Да У нас Все по идее Должно работать Отлично Итак Продолжаем Фоливер играет У нас теперь Престом Посмотрим Сможет ли Прест выстоять Я думаю Будет тяжеловато Но Кто знает Все таки Заходы Очень важны И заход У Преста Просто великолепный Я бы сказал Шедевральный У него есть И зачистки И Деслорды Причем Даже два Деслорда Будет тяжеловато На самом деле Жанго справится С такой агрессией Надо Выставлять Раскопку Я не думаю Что сейчас Есть смысл Тапаться Но нет Все таки Он хочет Добрать Возможно Головоря Бесов Ну Это его Право Может быть Он побоялся Хила Через Клирика На И потратенную Монетку Так Но Он нарвался На Деслорда А теперь Он уже Не против Выставить Существо Надо брать Переполняющую Мощь Не вижу смысла Сейчас Ожога души Ожог души Может сбросить Очень нужную Карту Переполняющая Мощь Будет выглядеть Неплохо Когда будет Стоять на столе Крошер Будет Некий шанс Что он Выставит И на самом деле Он выбрал Ту карту Которая Наверное Меньше всего Ожидалось Мною увидеть Ну Интересная Интересная игра Наверное Не хочет получать Лишний урон В лицо Поэтому Хочет Чтобы разменялось Двумя Существами Ну Вот так себе Игра по моему Ему это существо 0.1 Которая Может умереть От любого Абсолютно Ауе Кроме Темной Кроме Бомбы Ну Так себе Выбор Абсолютно Глупый Так бы он Может быть Выставил Крошер И если бы Крошер Простоял Ну То возможно Он бы убил Деслорда Ну что Я тут тоже Не понимаю Зачем думаю Жанг Бо Что можно Сыграть Имплоужин Может быть Но Будет ли это Иметь Какой-то Смысл Задумался Он крепко Согласен Ситуация Мало того Что Сложноватая Она еще И неприятная Он играет В заведомо Такой Слож В заведомо Проигрышной Ситуации Возможно Он думал Как бы Сделать Ликтлен В зомби Чо Чтобы Избавиться От этого Такого Надоедливого Существа Да Нужно Меняться С крошером Я не думаю Что есть Смысл Оставлять Его И я думаю Есть смысл Еще и Потратить Хил На Дослорда Да Не самое Лучшее Существо Выпадает Все таки Хочет Разменяться Полностью У нас И уничтожить Это маленькое Существо 0-1 Который Бафает На здоровье И Полностью Очистит Стол Жангво И теперь У нас Зоолок Опять Играет От пустого Стола Опять Очень Неудобно Но Затолик Тлена Сможет Почистить Вот этого Ненавистного Пироманта Он Очень Очень Хорошо Играет Против Зоолоков Сами Понимаете Импло Пиромант Плюс Любое Заклинание И Деска Пустая С этим Шутить Не надо Так Одну Секундочку Вот так Быстро Ворвались Сегодня В Эфир Опять Китайские Трансляции Немного Задержались Поэтому Я даже Не успел Грубо Говоря В социальных Сетях Отметить Что мы Начали Трансляции Так Продолжаем Так Что у нас В матче Играется Имплоужин Хвост Крошер У нас Выпал Тотем Извините Я немножко Пропустил Эту Ситуацию Тут У нас Господин Джанк Боб Повностью Вернулся Без Стол И Я думаю Он Чувствует Себя Вполне Отлично Итак Невероятно Сложная Ситуация Сейчас Просто Невероятно Трудная Я наверное Думаю Да Вариант С украденным Таун Самый Лучший Неплохие Тепдеки Но Два Ожога Души Мы помним На самом деле Если честно Вам признаться Уже не помню Время Когда разыгрывались Ожоги Души Может быть Только Во времена Когда он стоил Вообще Ноль Даже Не Единицу Мана Но Как-то Со временем Отказались От этого Всего Ну Зоолоки Просто Приобрели Лучшие Карты Для Своей Деки Но Видимо Вот Жангво Считает Что Не самое Лучшее Существо Выводает Не Будет Раскопки У нас 2 2 По Статам Решает И убить Кабалку И Скидывает Второй Ожог Души Возможно Это не Самый Худший Дроп Не Выставляет Лип Рогнома Я считаю Что Это Очень Правильно Не Стоит Подставлять Под Дополнительное Ое Еще Существ Которые Можно Разыграть Впоследствии Все Таки У Зоолока Здесь Очень Хорошая Ситуация И Он Может Давить Преста Как мы Говорили Вначале Будет Крайне И крайне Трудно У нас Престу Вытащить Матч Против Зоолока Но Все Таки Фуоливер Должен Чистить Этот Стол Тратит Он Один Свою Бомбу Странно Я бы Наверное Разыграл Дракона Первым Но Видимо Он думает По другому Возможно Было бы Была бы Опция Разыграть Дракона Потом Разыграть Джонглера Или нет Импложен Вышел В любом Случа Как-то Довольно Таки Странная Последовательность На мой Взгляд Если он Так был Уверен Что Разыграет Дракона Разыграет Его Первым Ну Ладно Я не думаю Что это Большой Мисплей Вполне Себе Адекватная Ситуация Так Одну секунду Я попрошу обращения Я наконец-таки Заканчиваю В социальных сетях Спамить Напоминалки о том Что началась Трансляция И вот Все Наконец-таки Я закончил И Наверное И партия На самом деле Приближается К своему Логическому Завершению Килойдет он Дракона В Себе В руку Я думаю Он бы Мог бы И Слизнячка Животика Убрать Но Животика Убирать Было Глуповато Потому что У него Оставался Один хп И он умирал Ох Как сейчас Могут Тимплоужины Сильно Вдарить Ну Можно на самом деле Сделать Тимплоужинов Своего Но Как-то Это Слабовато Смотрится Много Много Кинжалов Залетает И Наверное Все-таки Это Гуд Гейм Жанг Боу Уже потянулся За эмоциями Вроде как Порофлит Немножко Говорит Я не вижу Конечно Что это Китайские Иероглифы Но Нажимает На Простите И Жанг Боу Побеждает Побеждает Очень именитого Соперника У Оливера Выбивает Из Из Турнира Уоливер Не видит Что он Расстроен Махает Головой Видимо Говорит Да Да Так И Было Так И Было Не Срослось Сейчас Мы Ненадолго Прерываем Трансляцию Буквально До Следующего Матча По Опыту Это Буквально 10 минут И Мы С вами Вернемся На Следующий Поединок И Это Будет У Нас Сейчас Скажу Что это Будет Это Будет Бресс Против Эдукейтед Кова Это У Нас Уже Матч За Выход На У нас Все матчи Сейчас будут За выход Все матчи Остались За выход В Последний Плей-офф Последняя Топ-8 Где решится Кто Именно Станет Победителем И выйдет На Близко Буквально Несколько минут Не переключайтесь